Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 20, 22 тепла. Карачаево-Черкесию посетили артисты из Луганска. Некоторые из них участники СВО. Они встретились со студентами Индустриально-технологического колледжа Черкеска и побывали на патриотическом открытом уроке с поднятием флага России. Как прошла встреча с молодежью, расскажет Альбина Ламкова. Утро понедельника в Индустриально-технологическом колледже традиционно началось с торжественной линейки церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Взрослые разговоры о мире. Тема этой недели – традиционного патриотического мероприятия. Почетными гостями торжественной линейки стали артисты из Луганской области. Руководитель колледжа Ахмат Байрамуков открыл актуальную беседу. Рассказал, какую помощь в поддержке СВО оказывали студенты и весь коллектив учебного заведения. Артист, преподаватель, наставник по вокалу Луганской государственной академии Игорь Колосов с первых дней на передовой. В конце лета вновь воссоединился с коллективом. Цель одна – поддержать боевой дух. Старались, мы боролись за нашу землю. Ну, об этом, знаете, сложно говорить. Но мы устояли и продолжаем бороться. И плечом к плечу с нашими братьями из Российской Федерации мы отстаивали и отстаиваем свои интересы. Мы сейчас служим, ну, немножко в другом направлении, но тем не менее, да, служим. В адресы гостей со стороны студентов было направлено множество вопросов. Интересовало буквально все. Начиная от репертуара артистов, педагогической деятельности до личных интересов. Трогательно взволнованной и с грустью, но в то же время с гордостью рассказывали артисты и молодежи о своей жизни и переживаниях. Такие же молоденькие паренечки, худенькие, стройные девчата. Она еще автомат этот не может удержать, он такой тяжелый или паренек. А он уже воюет, он уже, а его уже нет. Не дай бог, почему я говорю, что каждый на своем месте сейчас. Мы как артисты, да, мы тоже сражаемся. Пока мы едины, мы непобедимы. Ребята, я точно это знаю. Интересная и трогательная беседа, говорит впечатленная студентка колледжа Александра Овчаренко. Дети, которые выросли в подвалах, и это действительно было страшно ее слушать. Саша, какие чувства у тебя оставила эта встреча? Ну, я не могу точно сказать. Это, наверное, какие-то переживания за чужих людей. Это какое-то счастье за то, что у них получилось вырваться из этого кошмара. И это, наверное, все-таки гордость за то, что теперь у Российской Федерации есть такие замечательные люди. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Корчаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире!